Денис Геннадьевич, сегодня Вы на территории города Назарова с рабочим визитом. По каким вопросам Вы к нам приехали? В рамках избирательной недели, это работа с избирателями, я как курирующий депутат по линии фракции, как заместитель руководитель фракции ЛДП, я регулярно посещаю город Назарова. И вот за прошедшее время, с момента избрания, за мной еще закреплены другие территории, районы, города. Края, которые в западном территориальном округе входят. Мы, когда начинается избирательная неделя, мы выезжаем и проводим встречу с избирателями. Это основная деятельность депутата, непосредственно работать и быть в контакте со своими избирателями. И вот в рамках недели я нахожусь здесь. Мы проводим в Назарово регулярные встречи. И в коллективах, и в предприятиях. И так во дворах встречи проводим. Прием граждан ведем. То есть вот, вот этот формат мы поддерживаем и выдерживаем весь созыв. Пять лет, туда осталось уже четыре года, они быстро пролетят. И четыре года для тех депутатов, которые работают непосредственно вот с избирателями. А те, кто сидят там в теплом остании, то, конечно, это время длительное идет. Для нас оно в 100 год незаметно пролетело. Соответственно, конечно, проблем очень много. Это связаны с ЖКХ, и тарифы, и муниципальные предприятия. То есть мы, все ваши проблемы, жители города Назарово, Красноярского края и в общем России, все знаем. Именно мы, депутаты ЛДП. Потому что объехали всю страну, объехали весь край. Мы вернемся к городу Назарово. Действительно, вы в городе уже узнаваемы, вас знают жители, многие к вам обращаются. Знают, что вы занимались проблемой, связанной с мук Назаровский хлеб, встречались с коллективом, пытались разговаривать с местными чиновниками. Вот какая ситуация сегодня на хлебе известна уже всем? Предприятие, по сути, в предбанкротном состоянии. Что вы можете сказать, что вам удалось в этой ситуации сделать? На сегодняшний день, действительно, я занимался, занимаюсь и держу на контроле. Я жду ответа с прокуратуры края. Мной был отправлен запрос. И я сюда, и вы освещали, в том числе и ваш. Приезжали на предприятие, когда меня не пускали. Руководство предприятия было согласовано, они меня намеренно не пустили. Дали возможность, изначально договаривались, что практически висковики оказалось 5 человек. 5 человек, ему сложно было пройти туда, на это предприятие. То есть, сейчас мы ждем ответ с прокуратуры. Конечно, все то, что происходит в Назарово, это все, как бы, всю полноту ответственности несет сегодняшний депутатский корпус. Любые партии, которые там есть, они все несут персональную ответственность, то, что они довели, вот это, до ручки предприятия. В том числе и ваш этот водоканал. Я же хотел, боже, на водоканал приехать, провести встречу с коллективом, с руководством, пообщаться, поговорить. Не пустили меня, потому что они знают, что я не просто прием, а я проясню всю ситуацию. Как они здесь, малый бизнес, они здесь, получается, обложили полностью, у нас выступают чиновники, говорят, что они поддерживают малый бизнес. Вы посмотрите, вот, в Назарово, элементарно. Обратите внимание на город Назарово. Как они здесь поддерживают малый бизнес. Конечно, малый бизнес, его обязательно нужно поддерживать, выделить помещение на безвозмездной основе. Это должна заниматься администрация, это должны заниматься депутатский корпус. Они не делают, они бездействуют. Мало того, все эти предприятия возглавляют члены партии, которые сегодня находятся у власти. Да, плюс. И Назарово, как бы, посмотрите, вот вся тенденция, даже водоканал, это же была собственность, муниципальная собственность. Кто дал право этим товарищам продавать это учреждение? Ну, кто? Все взяли, продали, отдали в частные руки предприятия муниципальные. Это должно быть в руках государства. В руках государства. Все же греха должна быть в руках государства. Тогда у нас не будет никаких удочеков, ни этого аварийного жилья, потому что частник не справляется. Или гребет только под себя. А почему? Отсутствие контроля над данными делами, которые происходят. Это и Назарова, и другие территории взяли. Ну, а ничего, 20 человек, ну, чего там сидят там, депутатский корпус. Чего он бездействует? Хоть кто-то выступил вообще по хлебозаводу. Я один в Краевом ЗАГС-собрании вышел на трибуну и обратился к правительству. Это все есть в интернете. Пожалуйста, в Ютубе забивайте, там все есть. Все мои выступления. Я же выдумаю все ваши насущные проблемы. Почему другие депутаты, которые избраны от территории, почему они молчат? Они молчат. А я, а я, курирующий депутат, я все эти вопросы... По Арбузову, по этому дому, от которого был... Ну, я обратился к этому губернатору, пошел на встречу. И выделили средства. Ну, а что администрация, почему? Они даже деньги не могут потратить. Они не могут потратить правильно деньги. Вот сейчас в парке гуляют там девочки, которые строят ряд. Я к ним подошел, говорю, вам все нравится в городе? Что бы вы хотели улучшить? Мне тут мало площадок, мало вот, где можно отдохнуть. То есть, вот эти урны везде, там сигареты валяются. То есть, слабо благоустроены. А сейчас они... Год-то очень такой насыщенный. Цыплят по осени считают. Цыплят считают по осени. Ну, Георгий Ильич, хотелось бы, пожалуйста, поинтересоваться про партийный список. То есть, ваша партия, соответственно, выдвинула уже своих представителей, имя Руган. И список партий сформирован. Хотелось бы узнать о нем чуть побольше, так как там мало назаровцев. Но он все равно чем-то отличается. Да, мы отличаемся от других тем, что мы выставили только партийных активистов. Те ребята, которые... Самый молодой партийный список, 36 средний возраст, образованные, с высшим образованием идут. И они занимают... И проявили себя уже несколько лет, 10-12 лет, есть ребята, которые активно себя проявляют. И хотят, самое главное, не хотят быть депутатами. Понимаете? Потому что депутат местного самоуправления, это общественная деятельность. Это нам, это есть основная деятельность, а это идет как дополнительная нагрузка. И вот, соответственно, они хотят работать и хотят заниматься общественной деятельностью. Эти люди будут готовы ездить в Назарово? Конечно, конечно. Они будут не вылазить здесь. Они будут постоянно... Сессия прошла, комиссия прошла. Дальше идет работа с избирателем. Вот давайте посмотрим элементарно регламент работы городского совета. Устав откроем. Что, все депутаты исполняют устав и регламент? Там же четко написано. Есть сессия, есть комиссия, есть работа с избирателями. Ну и что? Кто-то проводит работу с избирателями, хотя и депутат. Мало того, эти товарищи сейчас идут опять в депутаты, но под другими знаменами. Ну, а у нас, да, действительно, местный. У нас есть один местный. Это Степан Губин. Это активист молодежного движения «Соколы» Красноярского края. Он, да, действительно есть. Он себя проявил. Он хочет заниматься, работает по линии молодежного крыла. То есть, а так вот сейчас по новостям в интернете, что не буду рекламировать, какая партия, вы и сами поймете, которые получили должностях. А почему? А бизнес, бизнесмены там или кто-то, мне не важно. Им же надо администрация, чтобы они поддерживали. Все, получается, купили, купили. Ну, и, соответственно, они, как сказать, ну, не продались, а, получается, легли под администрацию. Местные, вот, пожалуйста, местные. Ну, и что местные в городском совете сейчас? Все местные. 20 депутатов и все местные. Ну, что-то, что-то улучшилось, но ничего, ничего, ничего не улучшится. Потому что одни и те же, вы же понимаете, это все застаревает, это все надоедает. Одни и те же лица надо обновлять на той демократии, что раз в 5 лет есть такая возможность избирать других. Конечно, один депутат, он ничего не сделал. Он ничего не сделал. Самое эффективное, это, конечно, чтобы выборы проходили только по партийным спискам. Тут смешанная система. 50 на 50. 50 по одному датному, а, конечно, там будут избирать личность. Будут избирать, смотрите, там заслуженный, может, учитель какой-то, заслуженный там, врач. Конечно, поют за это. Но этот врач не будет как депутат работать. Он как врач, он великолепный. Но он и должен заниматься своей профессиональной деятельностью. А депутат, он в поле должен работать. В поле должен работать. Вот это мы хотим донести до наших граждан. Мало того, Назаровцы всех попробовали. Всех попробовали. И левые были. И сегодняшняя партия власти, они же все были у руля. Ну и что-то, что-то здесь улучшилось. Ничего не улучшилось. Мы, ЛДПР, мы никогда не обманывали своих избирателей. Мы всегда честны были перед ними. И мы никогда у власти не были. У Назаров. Наших представителей в администрации города, района, там, не важно, не было. И у нас большинство всегда здесь было. Один. Есть слон, есть боська. Ничего толку. Тягко. А слон все равно делает по-своему. А сейчас надеемся, что жители Назаров придут и сделают правильный выбор. Правильный. Я никого не подталкиваю. Идти за кого-то и конкретно голосовать. Но ты заходишь на избирательный участок, ты ставишь галочку, ты сделай выбор. Что-то в течение пяти лет как-то что-то изменилось. Если нет, значит поставь за другую. Есть же выбор. Ладно, не было бы выборов. Сейчас полно выборов. Полно. Денис Георгиевич, в продолжение опять-таки ситуации Назаровской спартии. О местной ячейке. Сейчас нет координатора. Ни в городе, ни в районе. Что-то изменится все-таки. Значит, сейчас у нас здесь срок полномочий у предыдущего руководителя. Он закончился. И у нас в соответствии с уставом любой руководитель первички не может занимать должность более двух раз. Вот два года все. И мы это в партии сделали. Мы хотели это на всю страну сделать. И вносили закон, что любой руководитель, глава города, губернатор. Один срок. Один срок. Мы же это внесли. Ничего не проходит. Но мы внутри партии это делаем. И у нас есть и меняем. Постоянно, постоянно сменяем нас. А выбор это серьезно. Это не просто погулять. Мы сюда пришли не погулять. Знаете, как на танце. Пришел, погулял и ушел. Мы сюда пришли и идем работать. Работать. И во главу угла ставим интересы жителей города Назарова. Продолжение следует.